Друзья, всем привет! Сегодня 29 января, у моей мамы день рождения, и мы решили не сидеть в этот день дома. Поедем в путешествие в район Судака, но не в сам город. Будем смотреть достопримечательности в маленьких посёлках, которые лежат не только на побережье Чёрного моря, но и в глубине в горах. По пути на Крымский мост мы случайно не туда свернули, потому что развязки очень странно сделаны, и никаких указаний на Керчь не было. И в общем мы попали на то место, где у нас есть вот такая же лавочка, как и в Керчи, с надписью Крымский мост, и соответственно на него вид. Мы здесь уже были 2 или 3 года назад, когда ещё мост соответственно не был построен, и здесь были совсем другие виды, вот этого здания не было, и вот просто была стройка. Здесь ещё вот находится такая пушка, написано, что это пушка Лендера, её нашли археологи под водой, и вот поставили здесь на такой постамент. Здесь также табличка, что она посвящена советским десантникам, погибшим в 1943-44 годах на водах Керченского пролива и Таманского залива. Сейчас остановились в Старом Крыму, зайдём в магазин местный, посмотрим, может что-нибудь купим, перекусить. Салхат называется. Молоко по 60-70 рублей, мы в шоке. Молочка очень дорогая, вот например сметана 20-15%, 95-80 рублей. Ну кофе здесь конечно очень большой выбор, потому что я вообще люблю пить кофе в зёрнах, не молотая, и вот здесь прям смотрю, такой большой выбор всего. Глаза разбегаются. Вот я такой люблю кофе покупать, только вот я беру в зёрнах, вот именно, не молотая. Прошли сейчас ещё по отделу с крупами, рожками, в принципе цены такие же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эта дорога, на которую мы свернули, она очень интересная. Потому что она находится в горной местности, и постоянно повороты за вороты. Очень такой большой перепад высот получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас вот смотрите, подъехали к таким почтовым ящикам. Я первый раз в жизни такое вижу. Это очень странно. Там даже у кого-то письмо. Получается вот так кладут, оно падает и открывают. Удивительно, что ты не найдёшь только в глуши. Я понимаю, там у каждого дома мы привыкли, что есть свой ящик, а тут он где-то на середине улицы. Удивительно. Тишина, спокойствие, вот эта машина один раз проедет. И то наша местная, а тут вот вы ещё. А магазинчики здесь есть у нас, да? Да, кушаем мы. Вот аптеки у нас нет. Аптеку у нас убрали. И если проехать в Туси и выехать на центральную, там Щебетовка так называемая. И вот мы пользуемся. А вообще есть много там в Лужине? Нет, немного. Немного там. Немного. Ну видно, так машин там много стоит у нас. Там много это все. Служивые. Служивые. Всё понятно. Служивые. Они кто здесь, кто в Судаке, кто в Щебетовке, кто где, а потом съезжаются на работу. Вот там их так много, поэтому... В общем, мы приехали в Краснокаменку, где находится необходимый нам монастырь. И здесь, представляете, находится воинская часть, везде КПП, колючие проволоки. Постараемся узнать, где вообще проход у нас к монастырю, потому что нельзя проехать к нему. Там КПП. Вот. Надеемся, что нас пропустят. Посмотрим. Тут, конечно, разруха. И что интересное, мы заметили, что здание на домах черепица у всех, красного цвета. Сейчас попробовали заехать с другой стороны, машину оставили, идём по странной дороге. Вообще, не знаю, как бы вот в стороне остаётся этот посёлок. Ой, доберёмся мы до этого монастыря, не доберёмся, пока непонятно абсолютно. Потому что вот там воинская часть, туда не пускают, там КПП. Может быть, вот какими-то такими обходными путями. Да, видно, как бы всё, войсковая часть всё окружила. И попасть никак невозможно. Видно, что там поле солдаты занимаются. Здесь заборы. Ну, что сказать. Ну, всё. Когда останавливались, увидели местную жительницу, она сказала, что монастырь находится как бы далековато, и до него идти нужно. И она сказала, что, в принципе, там не особо есть что смотреть, поэтому мы решили не идти. Здесь какая-то кафешка, продают лепёшки. И тут вот почта и магазин. Сейчас зайдём в магазин, посмотрим. А здесь уже справа часть идёт. Видите, в основном солдаты здесь. Выехали мы с посёлка Краснокаменка. И сейчас направляемся из него в сторону Судака. Здесь такая горная дорога. И вот мы остановились. Такая площадочка, где можно сделать фотографии. И посмотрите, какие виды открываются. Горы в тумане. И внизу леса. Красота? Да, красота. Тем временем мы приехали в село Весёлое. Правда, погода совсем не весёлая. Дождь начала моросить, но вот мы решили перекусить. Кофейку пью. Надеемся, что погода станет лучше. Однако, как бы, тучи идут. И стало даже как-то очень пасмурно. Мы ещё встали на площадочку видовую, с которой видно всё село. Есть храм, есть мечеть. А это говорит о том, что здесь живут люди разных конфессий. Весёлым хотим посмотреть водопад, который называется Сучиптран. Вот, но к нему подъезду нет. До него нужно идти пешком. Мы пока не знаем, будем доверять картам. Вот посмотрите, мы подъехали к такой дамбе. Вот мы вот так проехали, машину здесь оставили. Вот такие вот здесь виды у нас открываются. И видно, что растут виноградники на склонах. Посмотрите, какие колючки. Вот это флора. Первый раз, кстати, такое вижу. Аж страшно. Идём вот туда, вот прямо. Вообще, любые водопады советуют посещать весной. После того, как начинают с гор таять всякие ледники, снеги, вся эта вода как бы устремляется. И, так скажем, напор в водопадах очень сильный. Ну, не знаем. Посмотрим, в общем, что у нас будет в январе. Погода, конечно, полная. Ата, снова пошёл дождь. Мы капюшоны уже надеваем. Вот эти самые виноградники. И горная дорога, камни, одни камни. Вы представляете, да? Растёт виноград как-то. Ну, видимо, как бы здесь очень солнечно. Вся вот эта дорога, пока мы сюда ехали, везде посажены виноградники. Везде. Кстати, да, здесь же у нас делают вина, как там его бренд Массандра. Как, значит, идём всё-таки? Вот так? Ну, идём. Раз дорожку потеряли, не с той стороны зашли, значит, идём так. На пролом. Вот так вот. Да, действительно, вот этот водопад, но воды нет. Видно, что камни почернели от воды. Вот. А сама тропа, она, судя по картам, ведёт вот там вот внизу к нему. Вот такие хорошие сделаны, даже эти, видишь? Капли. По чё-нибудь? О, 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 о. А как ты пробовала его? А туда залазил. Вода как вода. Хорошая. Ну, не ледяная абсолютно, кстати. А достаточно даже тёплая, я бы сказала. Представляете, какой здесь напор воды льёт, когда весной с гор всё катится. Что установлены даже такие мощные водостойки. Вообще никакого привкуса нет. Ни железа, ни земли. Просто вода. Вот как будто вы зашли, купили бутылку простой негазированной воды и выпили её. Всё, вот такой же вкус. Это же и есть посёлок. Село. Фонтан. Тут не на русском написано. Вот вы видите здесь арабскую вязь. Она говорит о том, что он построен татарами. Сейчас я не могу сказать. Возьмите сюда. Возьмите сюда. Возьмите сюда. Возьмите сюда. Вот мы добрались до крепости Асандра, ну или по-другому её называют ещё Кутлак, вот такая вот крепость, стены. Вообще крепость эта была основана в первом веке до нашей эры как форт для того, чтобы охранять прибрежные территории Боспорского царства. В некоторых местах высота стен крепости достигает трёх метров, и ширина тоже достаточно внушительная. Ну вот сами посмотрите, вот сколько здесь примерно расстояния, ну метра два с половиной, наверное. Такие-какие-то комбатушки, как будто. Мы приехали в Веселовскую бухту, уже побродили по крепости Кутлак. И потом, в общем, разговорились с мужчиной, который охраняет как бы базу отдыха, такие домики частные, деревянные, куда приезжают на лето люди, также отдыхают. В общем, мужчина там охраняет, и он рассказал, что вот здесь раньше находился лагерь детский. Ну вот вы видите вот эту как раз вывеску, лагерь, пансионат Весёлый. После этого здание, вот вся эта территория была заброшенная, но через какое-то время его выкупили. И сейчас снова перепродают. Здесь также в советское время начинали строить ещё один санаторий, вот как раз рядом с этой крепостью, но его так и не достроили. Ещё нам рассказал мужчина этот, что сейчас эту долину скупают активно. Какие-то министры приезжают, прилетают на вертолёты, скупают эту территорию, говорят, что всё это будет моё. То есть через какое-то время здесь появится ещё больше гостиниц, чем мы сейчас наблюдаем. И по идее, наверное, будет развиваться. Но хотелось бы, конечно, чтобы и лагерь этот действовал, но очень большие средства, мало того, что надо для того, чтобы выкупить, так ещё и сделать ремонт там. Очень большие средства нужны. Остановились мы здесь недалеко, в той же долине, чтобы перекусить и попить кофеёк. Самое то, кстати. Уже воничка остыла. Нет. Она горячая. Но не обжигающая. Молодым здесь делать нечего. Волны очень быстро накатывают. Невероятно красивые, конечно, здесь виды. А ещё люди купаются даже в январе. Вы представляете? В такой ледяной вот воде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова